Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. 13.07 в Кирове. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Без лишних предисловий представляю гостя нашей студии Николай Барсуков. Первый секретарь Комитета Кировского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России». Следующую фразу так осторожно произношу. Участник губернаторских выборов в Кировской области 10 сентября этого года. Добрый день, Николай. Добрый день. Давайте поясним нашим слушателям, почему еще кандидатом, полноценной фразой, кандидат в губернатор Кировской области вас нельзя представлять. Потому что пока меня выдвинула наша партия, поддержал наш центральный комитет, но еще не все собраны документы, мы еще не подали документы, плюс надо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи. Но мы рассчитываем на свои силы, надеемся, что это нам получится. Муниципальный фильтр, потому что вы не представлены в УЗС, да? Нужно проходить именно, да, собирать подписи? Да. Когда, собственно, эта работа будет проведена и когда уже? Ну, я надеюсь, что в ближайшее время, то есть как выйдет постановление нашей законодательного собрания, и тогда мы соберем все необходимые документы, продадимся и уже будем собирать подписи. Просто старт избирательной кампании, он же уже не за горами, вот-вот уже в начале июня, да, в первой половине июня должно это произойти. По большому счету, у нас сегодня такой разговор, такое интервью-знакомство с вами, потому что для многих было удивлением видеть вас, да, в качестве претендентов на губернаторский пост. И давайте познакомимся поподробнее. Вы сегодня первый раз в нашей студии. Да. Да, долгое время, уже 15 лет вы известны как руководитель областного штаба Кировского регионального отделения молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды». Все верно, 15 лет уже занимаетесь этой работой, расскажите об этом поподробнее. Практически, да, 15 лет, но вот последние два года я как раз более занялся активно политической деятельностью, а студенческие отряды я возглавляю с 2002 года, когда у нас собрался такой очень хороший коллектив, и мы смогли первых студентов, первых бойцов студенческих отрядов вывести на объекты Кировской области. А сейчас трудиться в этом качестве и продолжается, да? Нет, я уже не являюсь ни командиром, ни председателем правления Кировского регионального отделения, я просто член правления Кировского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Расскажите поподробнее, что это за организация, многие, я думаю, что не знают, о чем занимаются студотряды, в чем заключается суть их деятельности. Студенческие отряды, это, я считаю, наверное, одно из самых таких интересных, одно из самых направлений интересных деятельностей молодежи в советские годы, которая родилась именно не по указанию сверху, там из ЦК было сказано, давайте-ка отправим студентов на Целину. То есть это как раз пошло снизу, ребята объединились, первый отряд был в МГУ, поехал именно в Казахстан, на Целину, там они отработали, выполнили объемы работ, и именно вот этот порыв молодежный, студенческий, он и дал вот этому нашему движению такое широкое развитие. То есть это, в общем-то, наследие СССР, да? Времен? Да, 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 единственное, что вот в 90-х годах практически повсеместно по всей стране студенческие отряды прекратили свою работу, свою деятельность, но даже в рыночных условиях возникла необходимость, и студенческие отряды практически не практически, а по всей стране возродились, были созданы российские студенческие отряды, Всероссийская организация, и вот в каждом регионе, вот мы ведем свою историю с 2002 года, российские студенческие отряды объединились в четвертом, То есть мы два года существовали еще в рамках такой отдельной региональной молодежной организации. Сколько у нас вообще человек задействовано в области, вот в этих студенческих отрядах? Пики были разные, то есть доходило и до нескольких, ну до полутора тысяч человек. Сейчас у нас где-то порядка 800, но та идея, которая сейчас в отрядах, я считаю, что мы все-таки, нам удалось ее за эти годы возродить. Что за идея? Идея отрядности, понимаете, как бы студенты едут не просто деньги заработать, не просто выехать куда-то в летний период, а они живут. Это идея именно отрядности, то есть ребята приходят в отряд сначала, а потом уже, так сказать, определяются, в какое направление поедут. То есть не занимаются каком-то там вузы формированием, просто вот людей собрали и какой-то коллектив выпустили. А сами отряды, которые у нас круглогодичные, постоянно действующие, они набирают себе замену, то есть кто-то уходит, мы же себе представляем, что студенты это только 5 лет, то есть заканчивают вуз, уходят, а на их место уже сам отряд, то есть вот этот коллектив, который сложившийся, он подбирает. Потому что мы с этим столкнулись в других регионах, у нас есть вот единственный, наверное, регион, это Екатеринбург, Свердловская область, там студенческие отряды не прекращали свою деятельность ни один год. И там вот есть отряды, приезжаешь просто на слет Знаменка, он уже более 35 лет проходит. Как раз на Урале, да? Да, на Урале в Екатеринбурге. И когда там есть отряды, которым по 30, по 40 лет. Вот я сам лично видел картину, когда идет такой, ну, можно сказать, дедушка уже с бородой, рядом с ним, ну, старенький, рядом с ним женщина и девушка. И у всех на Целинке, Целинка это наша куртка стройотрядовская, название одного отряда. То есть вот они с 30 лет были, преемственность, даже преемственность не на уровне, просто там студентов одного вуза, а именно преемственность даже в одной семье. То есть вот такие моменты есть. Вот недавно было сообщение как раз о том, что наши студенты поучаствуют в строительстве Керченского моста. Это ваша Себа? Ну, мы участвовали и в строительстве на Ямале Харасовой и Баваненкова, участвовали студенческие отряды Сочи Строительства, участвовали Космодром Восточный. Так что наши студенческие отряды, и Кировские в том числе, в первую очередь, стараются быть везде, так сказать, в самых интересных и ответственных местах. Этим летом? Этим летом куда студенты наши отправятся? Этим летом? Ну, как всегда, у нас очень крупное направление, это проводники железнодорожных вагонов поедут по всей стране. Направление педагогические отряды, это и в первую очередь, конечно, будут закрываться наши кировские лагеря. Строительное направление, вот оно, конечно, у нас сейчас не на таком высоком уровне развития, то есть отряды поедут в разные, то есть у нас всего несколько отрядов сохранилось. Но я думаю, что это как бы не стоит на это смотреть, потому что мы работаем в этом направлении, и, например, как вот у нас там в восьмом, в седьмом году на полуостров Ямал ездил до 500 студентов, я думаю, что мы все равно вернемся к этому направлению, и в том числе и отстраиванию нашей области, то есть чтобы ребята, наши студенты работали в нашей Кировской области. Ну, я так понимаю, это перспективная, в общем-то, да, сфера деятельности, она поддерживается и снизу, и с желанием самих ребят, да, участвовать в этих поездках. Да, да, да. Да. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и я напомню, что я беседуюсь с Николаем Барсуковым, первым секторем Кировского областного отделения политической партии, коммунистической партии коммунистов России, дальше будут просто называть, просто региональное отделение коммунистов России, да, если вы позволите. Ну, и в ближайшем будущем должно быть принято решение о том, чтобы Николай официально был оформлен кандидат в губернатора Кировской области. Небольшая пауза, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Николай Барсуков, первый секретарь Кировского отделения партии коммунистов России, именно с ним мы сегодня беседуем. Напомню, простите, вернее, может быть, впервые озвучу ваш возраст, вам без малого 42 года, да, посмотрел вашу биографию, вы одногодок бывшего губернатора Кировской области, да, 75-го года рождения, и вы с ним близнецы еще вдобавок. Да, дождение у вас скоро. Давайте сейчас перейдем к вашей партийной деятельности. Итак, коммунисты России, как вы пришли в политику, именно к коммунистам России примкнули? Ну, что бы так конкретно взял и примкнул коммунистам России, я, наверное, так не скажу. Почему? Потому что еще до своей общественной деятельности я как раз и занимался политикой, то есть студенчестве. Мы как раз создавали союз коммунистической молодежи, я вступил в КПРФ. Вот как раз в 98-м году мы познакомились, когда был один из наших таких хороших, интересных проектов, это проект «Агитпоезд», когда мы ездили по районам Кировской области с показом концертов, встреча с ветеранами, выставка молодых художников. То есть у нас вот достаточно такая была интересная программа, и вот к нам приехал молодой человек из Москвы, был представителем как раз, тогда еще Центрального комитета не было, но как раз зачатка Центрального комитета Союза коммунистической молодежи, который посмотрел, с которым мы пообщались, и достаточно как бы после этого плодотворно мы с ним часто общались именно с точки зрения того, что я был в нашей организации по оргработе, он был в ЦК по оргработе заместителем руководителя. Поэтому, сами понимаете, что приходилось общаться по каждому вопросу, по каждому, так сказать, звонить именно с ним напрямую общаться. Он у нас побывал в «Агитпоезде», а потом в 98-м году в лагере «Строитель» у нас как раз произошел первый семинар, на который собрались представители более чем 30 регионов, и было принято решение по созданию Союза коммунистической молодежи, так сказать, молодежной организации КПРФ в тот момент. — Областное именно? — Федеральное. — Все сейчас помнят о том, что как раз именно в Кирове это было практически одно из таких первых мероприятий, на котором было принято решение о создании комсомола. И как раз руководители данной организации, то есть это был Константин Ракоевич Жуков, Максим Александрович Сурайкин, Руслан Романович Хугаев, то есть это были практически руководства комсомола, которое сейчас является руководством нашей партии. То есть это не коммунистов России. — Коммунистов России, да. То есть это не создано с нуля, с чистого листа, как вот сейчас многие говорят, там какая-то партия спойлер и так далее. То есть у нас партия как раз является именно те, кто ушли по многим своим убеждениям и несогласиям с деятельностью КПРФ. В том числе ведь у нас и Максим Александрович, и Константин Ракоевич, и там многие другие шабанов, мошковцев и так далее вышли из КПРФ и попытались создать ВКПБ, Всесоюзную Всероссийскую партию будущего, которая не удалось им зарегистрировать. — Да, это было в 2004 году, и она так потихоньку пошла на спад, но вот в году, наверное, там в седьмом-восьмом, так сказать, объединились вот те усилия были, которые Союза коммунистической молодежи, плюс те, кто вышли из КПРФ и попытались создать партию. Но когда я первый раз слышал, что будет такая возможность создать партию, что мы движемся... — А вы состояли из КПРФ-то, да, все-таки? — КПРФ я состоял, да. Я тоже вышел из КПРФ, тоже по тем же убеждениям, потому что, ну, партию надо менять. И эта партия не одного человека должна быть, это именно коммунистическая партия должна быть партией. И молодежи, в первую очередь, не должны заниматься. — То есть вы, получается, так физически выросли просто из комсомола и создали свое движение, коммунисты России. Вот сейчас мы плавно как раз подошли. Давайте все-таки обозначим принципиальное отличие между существующей партией КПРФ и коммунистами России. — Ну, в первую очередь, конечно, у нас партия Ленинская. — Что значит Ленинская партия? — Ну, что значит Ленинская партия? Ну, партия не одного человека. То есть у нас партия именно самой главной задачей ставит именно взять власть и построить социалистическое, а потом не коммунистическое общество. То есть мы это не говорим, хотя нам говорят, что вот вы там говорите какие-то узунки непонятные, но это наша задача, нашей партии, которую мы ставим, а не построение там какого-то будущего с каким-то непонятным уклоном и непонятным лицом. То есть мы говорим о том, что мы партия коммунистическая, и мы партия занимаемся именно направлением в этой деятельности. И поэтому вот пять лет... — То есть основа, созданная Владимиром Ильичом, она является для вас вот всем. — Да. — Получается, вот его идеи, его мысли, его взгляды в будущее, а будущее как раз на этом вы и стоите. — Поэтому у нас много в партии тех, кто именно тот же там Шабанов, например, он писал программу ЭКПРФ, то есть он в нашей партии. То есть у нас можно просто зайти на сайт и посмотреть там всех, кто у нас входит, не всех, но все, кто ходит в ЦК, те, кто у нас являются в президиуме ЦК, то есть заместители руководителя. То есть это не люди, которых вот взяли, просто собрали там неизвестно откуда, а именно те, которые принципиально являются коммунистическими убеждениями и принципиально не согласны были работать дальше в КПРФ, потому что я тоже вступал в одну партию, вышел я уже из другой. — Но с КПРФ у вас одна структура, получается, да? То есть центральное руководство, центральный комитет? — Наименование вы имеете? — А, наименование, да. — Наименование, а в принципе оно и было... — Это вы не стали менять. — Смысл создавать что-то новое, придумывать, потому что это было создано, еще и, так сказать, и в РСДРП, и в КПБ, то есть существовали эти же названия. То есть нам смысл придумать новое и потом о чем-то доказывать, что вот посмотрите, мы там другие, потому что у нас название другое. Нет, у нас название такое же, но сами по себе мы другие. — Как долго вы уже руководите? — Я руковожу... — Рекоделением, так уж будем выражаться. — Три года. — Три года уже, да? Что за это время сделано? Каким образом вы строите свою работу? — Сколько вообще человек в региональном отделении? — В региональном отделении у нас не такое большое количество именно перенятых в партию, у нас очень много сторонников, потому что мы развиваем институт. — А чем отличается член и сторонник у вас? — Член партии, тот, кто получил партийный билет, выполняет устав, выполняет нормы, платит взносы. То есть он является именно штыком партии. А сторонник, который нас поддерживает, который ходит в наши мероприятия, участвует в наших мероприятиях, это является сторонник нашей партии с перспективой вступления в нашу партию. — Сколько вы, я не расслужил, центров? — У нас где-то порядка, около ста человек это членов партии и сторонников побольше немножко. — Это только областной центр или районы? — Нет, это вся область. — В районах вы тоже представлены, да? — Да. — Какая работа проводится? Что организуете? С кем общаетесь в рамках партийной работы? — В рамках партийной работы встречаемся с людьми, проводим всевозможные мероприятия, пикеты, митинги. Вот недавно, буквально, ну как сказать недавно, уже практически полтора месяца назад, к дню рождения Ленина готовили концерт, Владимира Ильича Ленина готовили концерт в ДК 1 мая, проводили его встречи постоянно. То есть у нас достаточно часто бывает и руководство нашей партии, не только Максим Александрович, не только Сурайкин, но и Маленкович, и многие другие. То есть у нас стараются сейчас, так как у нас все-таки партия молодая, средний возраст членов нашей партии порядка 40 лет, поэтому стараемся приглашать и как можно больше показывать и общаться с людьми. — Стройотрядовцев много? — Стройотрядовцев, честно скажу, задачу не ставим. — Бывших много. Бывших стройотрядов тоже не бывает. То есть если человек пришел в стройотряды, то он всегда в стройотрядах. А те, кто был именно молодые, да, немало и идут очень активно. Но мы не стараемся, чтобы там все стройотряды загнать. Конечно, нет такой даже задачи. Потому что человек должен прийти в партию именно осознанно. Он должен представлять, что это является партией, это его выбор. И он должен работать именно на построение партийной организации. — Но вы заинтересованы в том, чтобы ряды-то ширились? — Конечно, конечно. — В партии, да? — Да, конечно. — То есть такая агитация, она проводится? — Конечно, проводится. И задача стоит и центральным комитетом. И сами мы, конечно, представляем, что надо расширять ряды. И, конечно, в первую очередь ставку делать на молодежь. Потому что без молодежи нет развития и без молодежи нет будущего. Это я сам занимаюсь молодежью много лет и начинал с молодежных организаций. Это я представляю, что все-таки. И у нас зарегистрирована ведь сейчас самое интересное ВЛКСМ. Всероссийский коммунистический союз с молодежью. — Это тоже ваше детище подразделение? — Да, это наше детище, наше подразделение. Именно наш комсомол в Кировской области. Мы тоже региональное отделение зарегистрировали. Практически уже документы скоро получим. Поэтому будем очень активно развивать именно молодежное направление. — Не так давно мы во второй части Дневного разворота говорили о ближайших выборах. В том числе в Кировскую городскую думу и других муниципальных выборов. Кандидаты будут от коммунистов России? — Конечно, будут обязательно. И в городскую думу список сделаем. И в муниципальные выборы пойдем. Я тоже являюсь депутатом Юрианской районной думы. В прошлом году у нас в Кировской области два депутата. Как раз мы прошли в Юрианском районе, в районной думе. Я и Алексей Мюнхов. — У вас мало новых в тельняшках? — Для начала я считаю, что получить 3,5% на выборы в законодательное собрание и два мандата, пусть немного, но это уже все равно даже и в Кировской области мы доказали, что мы являемся пятой партией в стране. — Хорошо. Я напомню, что Максим Сурайкин, лидер, собственно, коммунистов России, приезжал в середине мая. И во время его приезда как раз-таки представление у вас, кандидата, состоялось. Он отзывался очень лестно о вашей работе. И вот на этой встрече было как раз-таки заявлено о том, что есть у партии хорошая федеральная программа «10 сталинских ударов». Вот давайте к ней перейдем сейчас. То есть это та программа, с которой вы поедете на выборы. Правильно я понимаю? — Это программа, с которой наша партия шла на выборы в Государственную Думу. — В Государственную Думу. — В 2016 году. — Да, в 2016 году. А именно немножко переработана под наш регион. Мы ее сейчас дорабатываем. Хотя вот уже по ней вы, наверное, тоже уже видели, что много вопросов задается. Почему мы именно... Первый пункт у нас был по минимальному размеру оплаты труда и так далее. — Ну давайте, я думаю, что многие слушатели не в курсе. Давайте сейчас вот проговорим, хотя бы так вот, не слишком длинно. Почему сталинские, кстати? Потому что КПРФ в области у нас тоже активно, собственно, использует фамилию «Сталин». Есть там, господи, как это называется, «Сталинский комитет» или что-то в этом. — Да-да-да. Ну потому что у нас партия Ленина и Сталина. И потому что Сталин, я считаю, что это был один из самых великих у нас руководителей в стране. И поэтому как раз его программа направлена на развитие нашей страны. То есть мы победили Германию, фашизм в мире. Через буквально 15 лет мы уже полетели в космос. То есть этого невозможно было сделать, тем более в нынешней ситуации в стране. Чем дальше, тем мы видим, что меньше летаем в космос. А в тот момент мы смогли так развиться, государство развивалось очень активно. Хотя тоже вопрос неоднозначный. Кто-то там рассказывает о том, что были репрессии и прочее. У меня дед у самого был репрессирован, работал на урановых рудниках. Ну, можно сейчас скажу фразу, которая не понравится многим. Но, наверное, любого яркого правителя можно оценивать и с той, и с другой стороны. Итак, что это за шаги, что это за удары как раз-таки в нашей региональной специфике? В нашей региональной специфике, я думаю, что мы можем поговорить немножко попозже. Я имею в виду, что если пригласите в следующий раз, я вам поконкретнее... Хотя бы какие-то основные моменты. Ну, основные, то, что в наших силах, например, в нашей области, это, конечно, в первую очередь увеличение минимального размера оплаты труда. То есть вопрос задавали, писали во многих СМИ, то, что обсуждало, что это не наша необластная, так сказать, возможность. Прерогатива. Прерогатива. Но мы это можем по документам, какая у нас есть возможность в области, мы это можем сделать. Мы можем в области увеличить именно... В отдельно взятой области? В отдельно взятой области, да, мы можем. Да, есть нормативная база, и мы активно это прорабатываем, каким образом это сделать. То есть в течение от пяти до восьми лет увеличить именно минимальный размер оплаты труда, подвести его к прожиточному минимуму, не прожиточному минимуму, именно который мы так считаем, вот эти вот 5-6 тысяч. Подождите, сейчас прожиточный минимум на уровне 10 тысяч. В общем-то... То есть немножко, да, спутался, да. Хотя я тоже могу ошибаться. Да. Постоянно я вижу эти цифры, но постоянно они вылетают из головы. Ну, минимальный рот сейчас у нас 7,5 тысяч рублей. Мы считаем, что сейчас для нашей области минимальный размер оплаты труда должен быть 19 тысяч. Почему? Потому что... Вот именно сейчас, в 2017 году. Ну, конечно, сейчас сразу резко к нему перейти будет невозможно, но вот с помощью, так сказать, то, что мы просмотрели, просчитали, по крайней мере, от пяти до восьми лет мы можем дойти до данного прожиточного минимума. Почему? Потому что мы всегда считаем, что человек должен зарабатывать деньги, которые он должен получать адекватную заработную плату, в первую очередь. А ведь всегда считают почему-то его как одного индивидуума. А он живет в семье, то есть у него есть дети, у него есть супруга. И поэтому надо все равно считать, что человек должен зарабатывать деньги не на конкретного одного индивидуума, а именно на семью. Поэтому сейчас вот средняя цифра порядка, если семья из четырех человек, это порядка 38 тысяч рублей необходимо, чтобы нормально жить. Это и всеми нормами и международного права регламентироваться и так далее. Поэтому на одного человека средняя заработная плата, минимальный размер оплаты туда должен составлять 19 тысяч. А почему действующая власть утаивает такую возможность реализации на областном уровне? Ну, я не думаю, что утаивает, но я думаю, не используют все возможные ресурсы. Но вот у нас такая есть, по крайней мере, мысль, чтобы попытаться это сделать. Кстати, минимальный размер оплаты труда 19 тысяч, но это не означает, что фактическая такая зарплата может быть, да? То есть в реальности человек может и больше получать? Ну, конечно, конечно, но не меньше. Но не меньше. Этой цифры, хорошо? Да. Давайте сейчас прервемся, рекламу у нас скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Николай Барсуков сегодня гость в нашей студии, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Мы продолжаем нашу беседу. Наши слушатели, вы, кстати, тоже можете подключаться с помощью специальной формы на сайте «Кирова.ру». Есть один вопрос от Ярослава, но это не вопрос, скорее, а упрек. Снова тут звучит слово «спойлер коммунисты России», что вы отвлекаете голоса. И как ваши предки, настоящие коммунисты, к этому бы отнеслись? Я понимаю прекрасно, что вы далеко не первый раз слушаете такие претензии. Конечно, не первый раз. И как, собственно, отбиваетесь от этих упреков? Да, я считаю, что акцентироваться на этом нет смысла. Почему? Потому что, в принципе, если официально существует наша партия, то есть мы партию пять лет назад зарегистрировали только, и за пять лет мы уже получили много мандатов по всей стране. И вот на последних выборах в Государственную Думу мы заняли пятое место. Поэтому просто партия «спойлер» не может так действовать. То же самое и в Кировской области. Мы 3,5% получили в прошлом году в законодательном собрании, точно так же подтвердив, что мы являемся пятой партией в стране. И именно новая партия, потому что с многими людьми разговариваешь, даже с бывшими членами обкома КПРФ и так далее, многие поддерживают, говорят, что ребята, давайте действуйте, потому что надо менять ситуацию в стране. И мы все-таки новая партия, я считаю, что у нас есть хорошие, большие перспективы. И поэтому, да, в принципе, как говорят, можно назвать и горшком голову в печку не ставить. Давайте дальше пройдемся по программным моментам коммунистов России. На выборах в нашем регионе, так, про минимальный размер оплаты труда. Сказали, какие еще присутствуют моменты к изменению планирующейся? Ну, к изменению планирующимся... Просто на той самой встрече, где вас представлял Максим Сурайкин, там ведь серьезные вещи-то прозвучали, и про зарплаты, и про налаживание деятельности региона. Нет, конечно, все это будет, просто, как я вам уже сказал, программу мы сейчас утвердим, то есть она у нас еще не утверждена, и тогда мы можем с вами поконкретнее по ней поговорить. Потому что сейчас просто это в большинстве своем тезисе, и мы на нашем обкоме утвердим, и тогда я готов буду с вами этот вопрос обсудить. Хорошо, давайте тогда перейдем к вашим оценкам жизни города и области. А вот конкретный пример, как раз-таки новость, появившаяся буквально недавно. Депутаты Кировской городской думы сегодня все-таки приняли решение о том, чтобы в Кирове был установлен памятник Дзержинскому. Дзержинский. Положительно оценил. Положительно. Да, конечно, в первую очередь поддерживаю положительно, потому что это при всех вариантах был гениальный человек, который смог создать, хоть как мы уже сегодня обсуждали и Сталина, но это была создана именно система, была создана поддержка органов власти, именно ВЧК и так далее. Потому что если рассматривать в дальнейшем, как жило наше государство, то все равно постоянно продолжались какие-то нападки, продолжались работы иностранных спецслужб, а именно создание системы, которая могла бы контролировать ситуацию в стране, это сделал много. Я считаю, что... В общем, поддерживает установку памятника. Ну, раз депутаты сегодня приняли это решение, то, видимо, до начала сентября этот памятник должен быть уже оборудован, поставлен во дворе, напомню, городского клуба ветеранов на линии на 97. Работа городских властей, как вы ее оцениваете? Главы города, главу администрации городской. Вы прекрасно знаете, какие проблемы у нас на протяжении последнего времени волнуют. Благоустройство, дороги. Многие называют попытки городских чиновников привести в порядок такими смешными, безрезультативными. Ну, я думаю, что, конечно... Власть надо менять в городе? Конечно, надо менять. Если так ставить, потому что говорить о том, что тут плохо, тут доделали, тут не доделали, это каждый момент надо расценивать по-своему, да. А с точки зрения, конечно, власть надо в городе менять, надо точно так же будем идти... Это мы сейчас не призываем. Давайте поясним кардинальному устройству. Мы обязательно пойдем, будем участвовать в выборах в городскую думу. Надеюсь, что с нашей командой, которая у нас уже подбирается не первый год, мы получим большинство. Большинство? Ну, так сразу претендуете. А если претендовать только на один кусочек, на одного, так сказать, депутата, что наш один депутат сможет сделать? Ничего. То есть наша основная задача, конечно же, это пройти и получить большинство в городской думе. И тогда вопросы города мы уже будем решать именно со стороны нашей партии. Отношение к партии «Единая Россия»? Позиция партийная? Партийная позиция, конечно, надо менять. И «Единую Россию» тоже надо менять. Ну, «Единую Россию» это... Сменить название или кого менять? Нет, конечно. Конечно, в первую очередь надо нам побеждать на выборах и заменять саму ситуацию в стране. Почему? Потому что мы пришли строить советское коммунистическое общество, а не буржуазное капиталистическое, которое сейчас у нас строится. И какими-то кардинальными методами можно только изменить данную ситуацию. Потому что, ну, получив там, как я уже говорил, несколько постов и несколько мандатов, хоть даже в Государственной думе, ситуацию кардинально не изменить. Поэтому нужно менять вектор именно направленности страны в целом. Для этого необходимо точно так же везде идти на всех уровнях, показывать, что мы добиваемся результатов. Ну и будем, так сказать, и для города у нас заготовим какие-то интересные моменты, решив которые, мы докажем, что наша партия... Ну вот сейчас так, на вскидку, в какие моменты это будут? Пока на вскидку. На благоустройство точно. На благоустройство, конечно, будем. Внешний облик города важен для вас все-таки. Конечно. И мы, когда в свою деятельность студенческих отрядов, мы постоянно участвовали и помогали в благоустройстве города, помогали, выходили на субботники. Ну и сейчас студенческие отряды выходят на субботники. Я имею в виду, что я уже в рамках своей деятельности этим занимался. И я думаю, что мы продолжим и общественные организации развивать. И это я так вот, на вскидку вам то, что необходимо. Ну и, конечно, принимать законы в рамках города и области на поддержку и социально ориентированных организаций, и поддержку и ветеранов. Ну, тот же самый закон о детях войны, конечно. Да, то есть полностью бы я поддержал. И надо его... Он принят, конечно, в таком усеченном варианте. Конечно, его надо принимать. Собственно, да, вы считаете, что все-таки усеченный, да? Конечно, конечно. Меры поддержки, помощи, которые там озвучиваются, они недостаточно. С чем можно согласиться? С тем, что он, в принципе, принят. Но это, я считаю, что это не шаг, а такой поушаг, наверное. То есть, по идее, они должны поддержаны быть. Не просто там какими-то возможностями получить без очереди в больницу возможности. Ну, это, я считаю, что это просто утрированные шаги. Конечно, надо поддерживать и деньгами, и социальными льготами, и так далее. Так что... А вот смотрите, ведь мы привыкли уже к тому, что на протяжении многих лет, на протяжении многих избирательных кампаний, каждая партия уделяет внимание социально незащищенным слоям населения. И каждая что-то. Примерно риторика-то одна и та же. Что вас отличает? Или что будет отличать? Ну, будет отличать тем, что риторика наша будет не расходиться с делом. Будете не только обещать, но и делать. Да, конечно. Конечно. Будем заниматься в первую очередь, потому что я всегда считаю, что человек отличает, что если он что-то пообещал, что-то сказал, то он должен сделать. А не просто наговорить много хорошего и потом забыть про это дело. Давайте на региональный уровень тогда перейдем. Вот новая команда правительства региона на протяжении уже десяти месяцев наводит элементарный порядок. Да, звучит часто это словосочетание. Вам понятно, что такое наведение элементарного порядка? Вы видите, что это наведение происходит? Как-то тоже не совсем понятно, конечно, с точки зрения наведения, в какую сторону, как это все наводится. Я считаю, что, конечно, это не так прошло много времени. Но, с другой стороны, мы бы, наверное, сделали по-другому. Из принятых в последнее время законодательных инициатив областного ЗАГС собрания что-то можете покритиковать, можете похвалить вообще, как оценивать работу областных парламентариев. Или то, что, собственно, там Единая Россия занимает большинство. Там практически нереально что-то либо поменять, потому что, ну, вы прекрасно правильно сказали, что большинство Единой России и какие-то большие социальные шаги сделать сложно. В ближайшее время чего ожидать от коммунистов России? Я имею в виду, будете ли вы как-то громко заявлять себе, какие мероприятия будут возможны провести уже в рамках избирательной кампании? Конечно, тем более у нас этот год юбилейный. Пять лет? А, сто лет вы увидите. Да, конечно. Ну, пять лет нашей партии, я считаю, что это маленький юбилей. А вот именно столетие Великой Октябрьской социалистической революции, это, конечно, грандиозное событие. И тоже какие-то будут посвящены мероприятия? Конечно, мы будем проводить постоянные мероприятия. И выборы этим не закончатся. То есть, конечно же, в канун самого праздника будем участвовать в всемирном слете молодежи и студенчества. Будем проводить свои громкие мероприятия в рамках страны, в рамках области. Так что тут очень грандиозная программа. Если кому интересно, точно так же могу адресовать к нашему сайту «Коммунисты России». Там как раз есть. Там есть как раз и план нашей деятельности российский. Но я думаю, что в ближайшее время мы и наш выложим областной. Ваши взаимоотношения с другими политическими партиями, представленными парламентскими партиями, они в какой стадии находятся? В стадии... Жесткой конфронтации, не знаю, такого паритета. Стараетесь держаться особнячком или... Ну, в первую очередь, конечно, если рассматривать парламентские партии, то, конечно, это наши конкуренты, в первую очередь, которых мы надеемся, что будем побеждать в конкурентной борьбе. Те партии, которые были созданы, 70 или сколько там дополнительно, то есть мы уже доказали, что мы немножко, уже где-то повыше немножко у них. Я так считаю, по крайней мере. Ну, еще один прямой вопрос. На губернаторских выборах 10 сентября сколько процентов хотите заработать, получить избирателей? Больше 50. Больше 50. Конечно. Больше половины. Вот такую уверенность мы сегодня услышали от Николая Барсукова, руководителя Кировского отделения политической партии коммунисты России. Мы, безусловно, еще будем встречаться. В ближайшее время наступает такая активная, горячая политическая пора, и будет интересно послушать предложения, в том числе и ваши. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. До свидания. До свидания.